всем привет сегодня будет необычное видео сегодня я встречаюсь со своим другом чтобы снять для него заставочку для его youtube канала здорово а пицца обували слыша здесь такой свет офигенный мне даже нравится стал еще больше да ты давай рассказывай хочу рассказывать слушай я к тебе приехал дешевле чем в метро скотно не там какашки просто падают сколько стоит проезд за меня проехал получается 15 километров бензина вообще даже стрелка не шелохнулся получается 2 литра на сотку это сколько сто сто десять рублей самый прикольный сидишь удобно на табуретке всех обезжаешь и поначалу сачковал а потом уже просто вау выезжаю там он и чувак на бэхи постоянно по проспекту он такой смотрит знаешь типа чем не обогнал козел чтобы вы знали данил до этого ездил на бандит 1200 2 у тебя добыла бандос 133 сколько здесь 5 лошадей а в бандосе сколько заднего колеса 119 120 получается а так ты че на вложек снимаешь для рекламы там короче пизо я не будет будет компрессор в гараже там 45 кубиков это просто воздух качать а здесь моторчик вот такой маленький какой цвет это короче будет такой же ирисово ирисово коричневого какашечный педики на велосипеде газики на эти вместе поедем сейчас выйдем самое прикольное понеску но не больше пацаны смотри чем девчонки я да ну точно как надо это не те пацаны я еду и улыбаюсь под бандом блин кайф вообще кайф 95 год сущего он кажется больше чем вот у родителей было так в том то есть и прикол что тот же самый что идию по этим по базе тоже рамы короче вилка все то же самое но за счет того что это все такое дуто все расплывчатая парус большой задница такая раздута он кажется что больше ну если духа у диву короче здесь она к полутора на поэтому подержи давай садись и порядок до 7 оба дозит это передний это за левый задний получается правый передний на передний тормоз он вообще не работает абсолютно потому что там вишерчажная система типа такая знаешь не вилка получается херня который подгибается под себя вот зажми передний тормоз и вот передвое толкай там просто говно и палки по сути но они не тормозят ты понимаешь да то есть там запоздание наверное где-то на метра наверно тормозной уже да когда короче жопой затормозил перед добавляешь чё заводи чё-то угоняешь уже и пацан блин тут такой света херен просто я говорю вообще все завелся завелся обе шлема шлем там внутри тихо вообще работает у родителей тарахтелка это же это ретро скутер он не должен греметь должен тихо ехать что поехали тогда да ну да нет свой нанески на исаки поехали это круто короче прикинь ты открываешься жара у родителей самым вообще взял закинул короче херакс одеваешь пидорский шлем чисто носить на стиле начинаешь двигаться а кстати на диву вдвоем херово ездить но мы ездили с валей ну да здесь чуть больше мест но ты же если вот эта площадка больше мне кажется опасно я как беременную мы в джинсовках такие все ехали я не уверен налево да налево тут одностороннее тяжело то вдвоем налево все поехали на кольский полуостров слушай я проехал 10 километров у меня жопа болит уже что-то я делаю привычки человек такая тварь и он ко всему привыкает нас правда смотрит странно таксист такой ой бля что творится петель даже поехали не левая секция за ней о слушай с вариатором вообще не привык я там на копте сзади киа сейчас мы сделаем мы прямо едем вот она слеза счастья так как мы 35 разогнали за 33 а сейчас надо поставить на паркинг чтобы не укатили хорошая вещь вообще круто он под питер подходит да да то есть у меня так денег на большевиков выглядит стрёмно давно ты сидел на травке на травке давно не сидел это как питере придется посидеть главное проверить чтобы и на нем класса все данил расскажи зачем тебе попытает ну короче мопедик педиков решил стать решил стать педиком вот хотел купить мотоцикл чтобы на нем начать теперь снова катать и путешествовать и началось все как раз с того что начался этот кризис раны где не хватило только на мопед не-не-не дело в том что вообще нормальных вариантов не оказалось когда вот курс скаканул в марте может помнишь я давай короче сразу же звоним в салон в котором смотрел мотоциклы как только скаканул курс сразу там первый второй третий четвертый и вообще короче просто 20 мотиков ушли я уже думаю ладно не suzuki так уж хонду буду смотреть потом же думаю ладно не хонду там не классику x4 не себе а какой-нибудь там вообще и дугате буду смотреть их короче уже нет просто тупо все мотики до 300 тысяч их расхватали мы состали всякие чопперы и дорогие мотики там свежие более ну более свежий которому-то 5-6 лет я нашел вариант сортовали договорился с мужиком думаю блин странно такой мотик в принципе цена неплохая приезжаю к нему посмотрел все договорились вот он же взрослый ему лет 45 и он такой вот я вот типа продаю уже пять лет не езжу там нужно было поменять всякие расходники там от масла колодок резины и прочее прочее но по железу он был классный то есть его завел послушал он офигенно то есть слушай я наверно слишком много вот и короче вы послушали приходит жена этого мужика об сортовали на минуточку там дорог вообще нет там реально есть некуда даже если ехать финляндию нужно дорога по разбитым дорогам вот и она такая а чё зачем там ничего я году на такой же мотик был еще просто ваш понравился вот и она сразу встревает разговор типа сколько вы хотите за мотоцикл я говорю ну вот ваша цена минус расходники потому что реально там все закише знаешь там суппорта передние закише и я нажал тормоз короче все и он встал задний тормоз нажал он короче тоже встал но я понимаю что вариант классный по железу он клёвый надо только обслужить я говорю слушай реально адекватно цена наверно 200 продавали за 235 и хозяин такой ну давайте по 205 и это минимальная цена вот такая жена на своему же посмотрела типа а ты уверен я понял короче все проблематично будет что-то решить и ксуша давайте без задаток оставлю откуда не не нормально потом приедешь деньгами разберемся когда давай оставлю когда хотя бы 5000 он да не нет потом нормально все данил приедешь там короче с деньгами я тебе ключи день ключи деньги ягоды я завтра уже смогу приехать ты просто давай подтвердим покупку что и по рукам ну короче у меня стали уже загадки что скорее всего покупками состоится я попил чай уехал оттуда счастливый думаю но все короче мотик просыпаюсь на следующий день он мне звонит донес слушай тут такая ситуация не жена говорит не продаваем этот цикл меню ну не устраиваются на нас такая ягода окей игра какая цена ну в общем она не хочет чтобы я продавал мы типа будем сами такая ситуация кризис скорее всего на тело до заднюю включать короче и просто тупо сорвалась я даже ничего не сказал так взял сбросил типа ну и мудак ну потому что ты бы сказал сразу чтобы не было надежды объявление более-менее достойно они разлетелись за неделю весь народ на сколько с гречкой из туалетной бумаги также с мотоциклами просто пам 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 улетает я звоню продам 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 там бывает выставляет объявление мотоцикл там часто и все нету и расходники купил этот мотоцикл масло у меня резина лежит короче я уже свечки так фильтра все купил и вот и понимаешь на так мотоцикл уже там эти армированные шланги заказал на передние тормоза чтобы обслужить тот мотоцикл вот и понимаешь что как бы но это мои проблемы потому что я понадеялся в итоге получилась такая же ну и все я такой думаю блин там нахрен надо короче мотоцикл стоит денег а зачем мне надо мне по сути нужен просто двухколесный транспорт чтобы он ехал то есть бандит да я знаю что он то идет без проблем но типа я на него сяду и поеду я уже в норвегии буду до в крым ездил он беспроблемный какого-то такого знаешь нового экспириенса я не получил я думаю блин а чё попробовать и ты вспоминаю короче чуваков которые ездили там на всяких полтинниках вот монгол ралли и всю эту тему я думаю блин убрать какую-то инвалидку короче это не очень давай наверное что-нибудь такое двухколесное потому что мотоцикла ближе я такой о скутер а я вспомнил почему этого жорика то купил елки-палки короче я стою на остановке смотри какой-то ездил проезжать мальчик проезжает на скутере вот такой думаю страну фонда написано думаю не понял что такое фонда делает я забиваю короче хонда ретро скутер потом бац короче попадается джорно потом смотрю что и suzuki делает и ямаха делает короче все делают этим скутера копия итальяшек без по ламбретто там что-то еще и уже не помню макароники они до хера всего делают вот и они просто скопировали по сути как и делают и японцы они берут базу например фонда это диод в детакт на который все гоняют лепит на него свой пластик дизайн вот и он красивый такой прикольный ретро скутер но не за большие деньги при этом надежный самое прикольное запчасти при этом едет да он едет достаточно неплохо я был удивлен я думал что херня вообще не едет как бы максималка у него 65 по спидометру не больше нарежем покороче как-то да рассказать да не 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 идет и такой оу надо покупать ну да я только думаю блин раз японская значит надо посмотреть потому что на японская больше надежды чем на итальянском о давай против солнца контровичок еще мимо меня просто так прокатишься только не нарушая вопрос на gopro подснять давай топи в общем данил ездит туда-сюда я его снимаю на пешеходке перебегает а с жизнью травма я решил просто правил нарушать и по пешеходке перейти обручку черт возьми хорошо 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 как путешествие буду лежать как медведи сидит поворотниками поморгаем и другие теперь смотри улыбайся рычи язык очки одевай газу 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 и круто до 5 и и и и и и и